Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу поговорить, знаете, о чём? Конечно же, о цветах, но тема немножко будет такая необычная, может быть, для кого-то. Мне очень интересно ваше мнение, как вы думаете, и что вы на этот план вообще думаете, и как бы вы отреагировали, и что бы сделали. Сейчас я хочу вам рассказать о том, что можно ли брать отростки с чужих цветов. Точнее, простым образом, простым словом, проще говоря, назову вещи своими именами, воровать растение, да, потому что взять отросток без разрешения – это та же клептомания. Я лично, ребята, друзья мои, против. Я не понимаю этого. Я считаю, что это недопустимо, что это невоспитано, что это ненормально, и что те люди, которые говорят, что когда ты утащила отросток, цветочки лучше растут, всё это ерунда, и это просто люди сами себя успокаивают, что они украли, они сделали такой поступок плохой, и они себя этим успокаивают, якобы вот так нужно делать, и так можно делать. Скажу почему. Потому что, во-первых, если за цветком ухаживать, растить его в любви, дать ему все вот эти условия создать, да, то он и так будет расти и будет вас радовать своей красотой. Согласитесь же, да, не обязательно воровать. И можно украсть и загубить цветок. Также в магазинах очень многие люди стараются оборвать цветочки, или же в ботанических садах, что я считаю совсем недопустимо. Кто-то будет выращивать вот такую красоту, да, трястись над ним, ждать от росточек драгоценный, и какая-нибудь Маша в кавычках или Вася придёт и оборвёт это всё, да. Поэтому лучше спросить, если вам уж так это не к спеху, подойти просто и спросить у человека, может ли он поделиться с вами тем или иным растением. Может он вообще вам всю кашпу подарит с радостью, да. Но не надо за глаза воровать, потому что это не есть хорошо. Если каждый придёт в магазин и пообрывает с кустика там чуть-чуть, там чуть-чуть, да, уже не будет вот такого пышного цветения красивого, да, уже будет какой-то ободранный куст. Кому это понравится? Я, например, не хочу покупать такие цветы, да. Потому что я прекрасно знаю, сколько времени, сил и внимания занимает то или иное растение, и это если оно ещё здорово. А если оно в таком состоянии, то его нужно и восстанавливать, и нужно дать ему наращивать. Вот, например, купила я также фиалочку. Видите, здесь нету, здесь нету. Кто-то уже удачно отломал себе листики, чтобы их укоренить, я так понимаю, да. Вот, но несмотря на это, я эту фиалку взяла. Сейчас она цветает у меня. Я жду, когда всё засохнет, и вот это всё удалю. И будут новые бутоны идти у меня. Вот, поэтому, чтобы вы такое варварство не делать, лучше спросите. Потому что не для вас это всё выращивалось, да, а человек это делал для себя или же даже на продажу. Это уже его дело, его выбор, да. А также хочу вам рассказать историю одну. У моей знакомой случилась такая история. Может, кому-то будет уроком. У неё соседка уехала в отпуск и попросила её присматривать за её красивыми цветами. Ключи она ей от квартиры не оставила. Ну, та и сама не хотела брать, потому что неловко себя чувствовала бы в чужом жилье. Взяла эти цветы себе домой. Поставила их на подоконник в отдельную комнату. Не знаю там уже в какую точно, да, я не уточняла. И был там такой цветочек, который ей очень-очень сильно понравился. И она хотела отросток от него. И как раз отросток там был. А она созвонилась с хозяйкой цветов. У неё были, у них были телефоны, они общались. И спросила, может ли она отсоединить этот отросток и взять его себе, посадить себе в горшочек его, да. На что ей женщина ответила, что она с радостью бы с ней поделилась. Но этот росток, он уже отросток занят. Его уже ждёт другая женщина. Она его давно ждала и хотела. И вот, наконец-то, она его скоро получит. Ну, та сказала, нет, так нет. Расстроилась, конечно. Конечно, но хозяйка цветов пообещала ей дать и поделиться новый отросток, как только будет возможность. На этом они всё, как бы, эту тему закрыли. И что вы думаете? Вот к этой женщине, к моей знакомой, которая должна была поливать цветочки, пришла знакомая. Увидела этот цветок и тоже спросила, ой, не поделишься ли ты отростком. На что та ей рассказала всю ситуацию, что цветы не её есть, что она не может, что этот цветок уже занят. Ну, и т.д., и т.п., да. Вот. Они посидели, попили чай, та ушла домой. И что вы думаете, при поливе она обнаружила, что отросток пропал. Вы можете представить, какая наглость? Она звонит этой дамочке и говорит, что за дела. Та смеётся в трубку, да-да-да, я его уже посадила. Представляете, какая наглость? Вот. И она говорит, как ты могла такое сделать? Она реально подставила человека, ну, в такой ситуации, да. И когда она рассказала эту историю хозяйке цветов, так, конечно же, ситуацию поняла, приняла. Ну, что ей деваться? Куда она денется, да? Что она сделает? Нету отростка. Ну, как сказала мне моя знакомая, что она стояла вся красная, вся в таком неприятном состоянии, и она чувствовала, как будто ей не верят. Она мне сказала, что у неё было ощущение, как будто женщина подумала, что просто это она придумала, такой отмаз, чтобы взять себе вот этот росток. Вы представляете? Вот так подставить человека, это до какой степени надо быть каким наглым и алчным человеком. Я такого вообще не понимаю. И сказали тебе нет, значит нет. И не надо сувать свои мерзкие ручки, запускать в красивое кашпу с цветами. И не только. Везде это, да, хватает. Но сейчас речь о цветах. Поэтому я считаю, что забирать отростки, как многие говорят, лёгкая рука и туда-сюда для растения, это воровство, это тоже та же клептомания. Мне интересно услышать ваше мнение. Пишите свои комментарии, обсудим, как всегда. Спасибо всем за просмотр. Желаю всем всего хорошего и до скорых встреч.